А в этот раз Рижская улочка отремонтирована по последним европейским таким тенденциям, которые приняты в центре города. Обязательно вот велопарковка, защищенная велополоса, которая называется велодорожка. Вот если бы не было этих буртиков, это просто была велополоса. Так как она защищена, то это велодорожка. Сужена проезжая часть для автомобилей, вот чтобы они быстро не ездили и не толпились, тут не загрязняли окружающую среду. И защищенный пешеходный переход такими островками. Мусорник опять же, полезная вещь. А здесь это на перекрестке такой довольно магистральной улицы показано, что тут дорога для велосипедов. Будьте внимательны. Продолжаем осматривать современную улицу, то есть перестроенную по современным стандартам. Там, кстати, она упирается в современные здания офисные. Здесь же исторические. Канализационные люки, велодорожка. Вот так сделан тротуар. Это дань моде исторической брусчатки отдана. Ну и как тактильная плитка у дороги. А здесь, обратите внимание, недавно проверяли асфальт. Серьезная проверка, да? Сколько просверлили отверстий. То есть все делается сейчас капитально и серьезно. Ну и я нахожусь у очень интересного здания. Красивого, тоже стильного. Это первая городская больница. Центральное здание. Оно, можно сказать, такое административное здание. Вот. Там еще один исторический корпус первой городской больницы. Первая городская больница появилась в Риге, когда расширялся. Вот. Большой Рижский центр строился во времена промышленной революции. Начала развиваться тут 70-х годов, 19-го века. Ну и большую территорию занимает. А вот этот главный административный корпус, такой готический, с элементами романского стиля, это 1907 год. Ну и обратите внимание, если вернуться к дороге, тут мы имеем подъем к перекрестку. Столбики. Опять же, что приоритет для пешеходов и тех велосипедистов. Вот как раз вы их видите. Автомобили должны вести себя тихо, не гонять. Вот, видите, какая у них узкая, узкий проезд. Ну и опять же, видим велопарковки. И вот только-только поставленные скамеечки. Еще одна особенность этих новых улочек, то, что там, где велодорожка и остановки общественного транспорта, велодорожка сделана на подъеме. Это, с одной стороны, чтобы велосипедисты притормаживали. У них там даже значок есть, что это второстепенное. Люди в приоритете здесь. И чтобы автобусу, там, троллейбусу не нужно было заворачивать в карман, он просто останавливался. А людям было удобно зайти, не нужно спускаться ступеньку. А наоборот, особенно старым, пожилым людям или там с коляской, зайти в общественный транспорт. Вот он у нас низкопольный. Поэтому сейчас уже очень удобно в него попадать. Ну и вот велосипедисты. Кстати, мы находимся у здания. Посмотрите, можете ли вы прочитать по-латышски и догадаться, что это. Это Бестышанас Армия. Армия спасения. Ну, а дом типичный межвоенный функционализм. Ничего примечательного. Электросамокаты также ездят по этим велополосам. Велодорожкам. Так, так, так. Что мы видим с травой? А с травой мы видим все худо-бедно. Песчаная земля в перемешку с камнями и каким-то мусором. И еле-еле такая слабенькая травка. Ну вот для деревьев тоже не ахтикак, но получше. Более-менее так сделано. Ну и еще одна примечательная деталька, пусть и мелкая. Это вот такие канализационные люки. Они появились в Риге буквально год-полтора обратно. Раньше так не делали. А здесь у кафешки на клумбочку посадили цветы. Простенько, но это лучше, чем худая трава на каменистой почве. А по ходу дела, пока я иду по этой обновленной улице, смотрите, порожек деревянного дома, историческая дверь, там козырек, все дела, пилястры. И сохранилась такая очистка для обуви. Вот там вот сапожок берешь о нее, когда грязно, хоп-хоп, чтобы грязь в парадную не тащить. Тротуары в центре города в Риге преимущественно широкие. Их не сужают, что правильно делают. Здесь вы можете видеть каштаны и историческое здание школы. Тоже очень красивое, соединенное туннельчиком с новым зданием, что еще в советские времена построено. И недавно получила ремонт, небольшое обновление. В данном ремонте я могу придраться, ну, могу придраться, может быть, много к чему, если совсем уж по мелочам. Но главным образом, к посадке травы, ее все-таки сеят на довольно такой песчано-каменистый грунт. Растет она как попало, волнами, скорее всего, тут что-то будет размывать. Ну, по крайней мере, хотя бы взошла, пусть и с пробелами, с прорехами. И респект, что садят новые деревья, там, где их не было. Видите, совсем свежак. Только-только поставлена лавочка, а велопарковка еще даже не распакована. Это мы все у здания школы, современный корпус. Тут тянется. Старые еще советские клумбы остались. Их не выбрасывают. Видите, цветочками засеяли. Ну, и еще один интересный знак, который появился тоже вот совсем недавно, только когда стали эти улицы делать. У здания школы для автомобилистов, типа, осторожно, могут бегать школьники. И тут он дублируется сбоку. А здесь вот велодорожка и ограничение 30 км в час. Парковка запрещена. Только с той стороны можно быть парковкой. А когда в городе есть велодорожки, но не хватает велопарковок, происходит вот так. Спасибо за внимание. Комментируйте увиденное. Ну, а будучи в Риге, записывайтесь ко мне на экскурсии. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова